Пушкина тоже внесла свой небольшой вклад в Пушкиниану. Три стихотворения, цирку небольшую о Пушкине. Есть мнение, что поэт бывает, да что-то кто сам еще не знает, что нынче удивил творца, что вышел в дамки, смел и смог. Походка, мол, не годится, но в общем скромность потолок. А Пушкин знал, сумел и смог, и 37 всего итог. Один критерий есть в народе, мол, кто трагический, поэт. Однако гений по природе, что знал тогда про интернет? Тут часто Пушкина рисуют с компьютером, да, если бы он жил сейчас, он был бы, не знаю, гением интернета, мне кажется. Второе стихотворение. На холмах Грузии лежит ночная мгла. Какая высь, поэзия, не правил. Но критик бы сказал, что за дела? Он ударение не там поставил. У экспортов всегда резоны есть, чтобы гению вставлять в колеса палки. Попробую, пожалуй, тоже здесь внести и свой полтинник жалкий. Ночная мгла легла на Грузии холмы. Холмы грузинские ночной укрытым глою. Неужто лучше понимаем мы, как нерв стиха у Пушкина устроен? Да он ломал и создавал вновь и русский наш язык, и всю культуру. В его курчавой буйной голове шедевры родились. Так редактуру их пустослов оставь. То баловство пусть мышь церковная твой стиль изгложит. Сердце вновь горит и любит от того, что не любить оно не может. И последнее стихотворение. Лицейское прозвище Пушкина было обезьяном. Тогда дал ему это прозвище один однокурсник, но позже назвал. Сравнил поэта с тигром. Лицом обезьяна душой баловник. И баловень мус, шевелюра курчава. Возможен ли Пушкина нынче двойник? Великим в народе его величают. А был он на голову ниже жены. Смешной, озорной, импульсивный топ-гений. Как девы любить его были должны, когда сочинился Аннигин Евгений. Рассудок бывало и мой изнемог под тяжестью. Здора, обиды и фальшин. Но Пушкина невероятный стишок. И хочется жить и безумствовать дальше. Спасибо. Это был...